В этом году на смену свиному в Россию придет грипп гонконгский. Это азиатская разновидность штамма АН3Н2. Количество неиммунного к этому варианту возбудителя населения у нас наверняка велико. То есть прослойки-то нет. И в прошлом году у нас в основном люди болели гриппом АН1Н1, а вот гриппом АН3Н2 у нас болело не более 4% населения. Грипп – одно из самых изученных заболеваний. Его описал еще Гиппократ 2,5 тысячи лет назад. Однако каждый год вирус мутирует, меняя свою структуру. В зоне особого риска дети дошкольного возраста, люди с ослабленным здоровьем и пожилого возраста. Чем он опасен? Потому что происходит виремия, то есть сам вирус и гриппа, токсины его с кровотоком по всем мельчайшим сосудам, грубо говоря, попадают во все органы и системы. Для предупреждения тяжелых форм заболевания медики рекомендуют делать прививки. По статистике, в России из общего числа привитых гриппом заболели 0,8%. Пик заболеваемости придется на январь-февраль. Между тем, желающим вакцинироваться советуют успеть сделать это до декабря. Во время эпидемии вакцина не всегда эффективна, ведь на выработку иммунитета организму требуется около двух недель. В период подъема, в период, когда люди понимали, с какой опасностью они имеют дела, они активно приходили и говорили «привейте нас». Вот тогда это было уже поздно. Этого делать было уже нельзя, и этого не делали. Между тем, растет число людей, отказывающихся проходить вакцинацию. Ничего не делаю, я кушаю витаминки, которые в фруктах, таблетки никакие не пью, потому что они только сажают иммунитет. Прививки я тоже делала только с рождения, как бы, ну вот, обязательные которые. В нашей семье мы едим витамин С и стараемся не заболеть, а прививки мы точно не делаем. Я считаю лишним. Ведь есть большой шанс не заболеть, ну и зачем лишний раз что-то вкалывать. У меня это девиз – некогда болеть, а ребенку прививки в школе. Потом какие-то витамины, осенние там заготовки, которые делали, летом употреблять. Источником инфекции является больной человек. Вирус передается при дыхании, во время разговора, чихании. А также при контакте с поверхностями, на которые осели бациллы. Поэтому медики советуют чаще мыть руки, промывать нос, дезинфицировать свои гаджеты, реже дотрагиваться до поверхностей в общественных местах.